До конца года в республике планируется заменить 307 километров теплосетей. По словам специалистов, установлен ежегодный показатель – не менее 15% от объёма со сверхнормативным сроком эксплуатации. Все необходимые работы производятся планово. К слову, общая протяжённость тепловых сетей в Беларуси превышает 15 тысяч километров. 16 октября с 8 до часа председатель Бобруйского городского совета депутатов Ирина Рынейская проведёт личный приём граждан, их представителей, представителей юрлиц. Предварительная запись осуществляется по телефону 680013. Встреча пройдёт по адресу площадь Ленина 1, кабинет 503. Республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «Безопасность» вместе стартовала в Беларуси. Работники МЧС посетят по месту жительства, проведут индивидуальную инструктивно-разъяснительную работу и оценят безопасность условий проживания семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны. В Беларуси определили даты и мероприятия новогодних благотворительных инициатив. Акция «Наши дети» пройдёт с 16 декабря по 15 января. От всей души с 26 декабря также по 15 января. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посетят детские интернатные учреждения и дома семейного типа, опекунские и приёмные семьи, государственные учреждения, которые осуществляют стационарное социальное обслуживание и другие. В прошлом году Отечественные музеи посетили более 7,5 миллионов человек. Лидером стал мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». На втором месте – комплекс «Хатынь». На третьем – Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. На конец 2023-го в стране насчитывалось 156 учреждений культуры, 100 из которых комплексные 39 исторических, 11 художественных, 4 литературных, один природоведческий и один научно-технический.